Особое мнение на 101FM Сразу после его получения Теперь не нужно ждать, пока ребенку исполнится 3 года Разные издания пишут, что этого закона ждали тысячи российских семей Что он действительно был очень ожидаем Вот так ли это? В общем-то да Раньше можно было использовать материнский капитал до исполнения 3 лет ребенку Только одним способом Путем погашения части по ипотечному кредиту Были специальные предложения, которые позволяли внести материнский капитал в первоначальный взнос Но это просто увеличивалось, вот эта часть ипотечного кредита на сумму материнского капитала И до 3 лет по-другому больше никак Если мама хотела как-то использовать материнский капитал Ей приходилось совершать какую-то сделку по покупке с недвижимостью Пусть будет ипотечный кредит в размере суммы материнского капитала Но вот таким образом использовался материнский капитал После 3 лет уже можно вносить его на образование На накопительную часть пенсии матери И просто на улучшение жилищных условий То есть по сути расплачиваться с продавцом этим материнским капиталом Вот сейчас этого ограничения 3 лет нет То есть это можно делать с момента получения материнского капитала Конечно в какой-то мере это делает женщину свободнее То есть по крайней мере она может начать строить дом И использовать на это материнский капитал Может сразу использовать на образовании ребенка эти деньги В том числе другого ребенка каким-то образом Но тем не менее не каждый продавец сегодня все равно готов ждать возмещения денег из пенсионного фонда То есть срок возмещения от 2 до 6 месяцев Поэтому рынок предложений по выдаче ипотечных займов в сумме материнского капитала Под долг недвижимости он остается Потому что в данном случае взаимодавец выдавая деньги Несет вот такие риски по времени пользования материнским капиталом И взаимодавец получает компенсацию от пенсионного фонда В противном случае если бы этого взаимодавца не было То продавец недвижимости Если материнский капитал используется на покупку недвижимости Вынужден был бы ждать вот это время от 2 до 6 месяцев Если продавец недвижимости готов это делать Можно рассчитаться до 3 лет исполнения ребенка материнским капиталом При покупке любого вида недвижимости А при новых введениях этот период от 2 до 6 месяцев все равно остается? Да, да, это во-первых законодательно установленная норма 6 месяцев по которой пенсионный фонд может рассчитываться с кредитной организацией Либо организацией с взаимодавцем И просто сложилась в разных регионах практика Вот у нас практика 2-3 месяца В соседних регионах я знаю 4-5 Где-то лишь 6 Вот скажите, к вам приходят люди за ипотечными кредитами Получаете ли вы от них какую-то обратную связь Ну вот по использованию материнского капитала По этим 3 годам, которые они должны ждать То есть, не знаю, хвалят, ругаются, радуются, что он все-таки есть Что-то говорят люди вашим специалистам? Материнский капитал это конечно большой бонус для семей с двумя детьми Нельзя сказать, что женщины рожают ради материнского капитала Нет, конечно Но это приятное подспорье, которое позволяет все-таки какие-то квадратные метры приобрести И конечно 90% случаев использования материнского капитала Это использование на улучшение жилищных условий Во-первых, это инвестиции семьи То есть, квартиру можно сдавать Да, большая часть населения, имеющего 2 детей Вынуждена покупать дополнительное жилье Либо основное жилье Но тем не менее, это жилье работает Это капитал этой семьи То есть, это жилье можно сдавать, можно продавать к моменту, когда ребенок вырастет И потратить эти деньги на образование Но это уже будет другая стоимость То есть, это будет капитализированный материнский капитал Потому что стоимость на недвижимость в долбосрочном периоде растет Поэтому это правильное вложение денег Вот, кстати, вы сами получили материнский капитал Да, конечно, это было давно Мы его использовали на погашение остатка судной задолженности по ипотечному кредиту Я, когда готовилась к программе, нашла статью на сайте РБК Наши коллеги-журналисты анализируют Достигли вот этот проект с материнским капиталом в своей изначальной цели Вот, правительство России формулировало цель введения материнского капитала Как повышение рождаемости И из материала на РБК понятно, что этой цели не достигли В некоторых регионах показатели рождаемости даже упали Несмотря на наличие материнского капитала Вот как-то вы можете это прокомментировать? Я могу прокомментировать из послания правительства Все-таки тренд, он в обратную сторону В 2014 году впервые Россия вышла на положительные показатели по прибыли населения То есть все-таки динамика рождаемости сейчас выше, чем динамика убыли Более того, Кировская область вышла на такие показатели Ну, о чем мы говорим? Естественно, население прирастает Стали рожать больше, мы это видим Наверное, это более стабильная социально-экономическая ситуация Сейчас более стабильная социально-экономическая ситуация? Не сейчас, но вчера, позавчера То есть люди стали более уверены с помощью материнского капитала Точнее, с помощью этого инструмента Ну, удалось достигнуть больше уверенности женщине При появлении второго ребенка Что этот ребенок, он будет обеспечен неким капиталом Может быть, квадратными метрами Либо правом на образование, на платное образование То есть вы с материалом РБК не согласны? Вы считаете, что материнский капитал способствовал увеличению рождаемости? Пусть даже в отдельно взятой Кировской области Вы знаете, материнский капитал Это национальное достояние нашей страны То есть это очень правильный шаг и инструмент Который сподвиг, мне кажется, к смене вектора И вот к этому тренду по увеличению рождаемости Кто бы чего сейчас не говорил Цифры, они доказывают обратное То есть Россия сейчас находится в положительной динамике Прироста населения Это то, чего хотели добиться, внедряя этот инструмент То есть под спудно правительство решало ввести вторую задачу Каждая семья, имеющая двух детей и более Становится инвестором на рынке недвижимости Соответственно, запускается основной рынок Который является локомотивом национальной экономики Так может материнский капитал Это помощь не матерям, а рынку недвижимости? И-и Потому что помощь рынку недвижимости Это помощь экономике и значит снова в социальной сфере Потому что чем больше выручки Чем больше валовый региональный продукт Тем больше программ, которые идут на социально ориентированные нужды Тем больше бюджет формируется, наполняется Поэтому это очень емкий инструмент У которого два крыла Есть и экономические, и социальные Поэтому он ценен Ну вот если возвращаться к этому же исследованию РБК Там на самом деле много графиков И там есть график зависимости рождаемости от материнского капитала И график зависимости рождаемости от заработной платы И когда смотришь на эти два графика Понимаешь, что рождаемость в гораздо большей степени Зависит от зарплаты, нежели чем от материнского капитала А вот тут Минэкономразвития предлагал вообще материнский капитал отменить Это было, кажется, в 2014 году По вашему мнению, этого делать нельзя Этого делать нельзя А почему же они предлагали? Они же умные и сидят в Москве Они умные, они готовились к 2015 году И хотели освободить статью расходов бюджета Но опять-таки же надо понимать, что эта статья расходов бюджета Создает новые доходы в бюджет Потому что любой владелец недвижимости Обязан платить налог на имущество От съема в аренду, от сдачи в аренду жилья Обязан платить подоходный налог И таким образом формируется снова доходная часть Я говорю, что гениальность этого инструмента в том, что он двукрылый То есть, с одной стороны, он позволяет людям быть инвесторами Капитализировать этот капитал То есть, превращать его в реальный продукт А с другой стороны, он социально помогает Нельзя искать прямую линейную зависимость Между рождаемостью и материнским капиталом Надо искать прямую линейную зависимость Между материнским капиталом, объемом его выдачи И объемом и темпами ввода жилья в эксплуатацию То есть, объемами строительства И темпами ввода жилья в эксплуатацию Вот здесь будет, скорее всего, какая-то похожая корреляция Не линейная, но в едином тренде Поняла. Я напомню, что это особое мнение Екатерина Орешковича. Вы можете задавать ей вопросы. Для этого есть наш сайт, ахекерова.ру раздел анонс, есть твиттер, можно писать мне. Я по ходу программы озвучу. Давайте тогда уже, раз мы так подошли к теме жилья, поговорим об этом. Вот тоже нашла вчера в интернете материал, опять же на РБК, о том, что в апреле количество ипотечных операций на вторичном рынке жилья сократилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это по стране. А в Кировской области как? Ну, тенденция в Кировской области аналогична к стране. Там плюс-минус 15% колебания. Сейчас вообще очень интересный период. Сейчас заканчивается четвертый цикл на рынке недвижимости в 20-летнем периоде. Мы находимся в периоде снижения цены. То есть цикл – это пятилетка? Цикл – это пятилетка, да. Цикл развивается по закону композиции, то есть сначала рост, устойчивое развитие, падение и минимальная цена. Вот мы сейчас находимся в стадии падения рынка недвижимости. Чем ниже он упадет, тем выше он поднимется в следующем цикле, да, тем больше заработает инвестор в следующем периоде. То, что сократилось количество сделок по ипотеке на вторичке, это совершенно объективно, потому что не было никаких инструментов, позволяющих приобрести вторичный рынок жилья. Вы сейчас имеете в виду ипотеку? Да, очень дорогая ипотека. В первом квартале средняя ставка по ипотеке была 17-19% годовых. И только после того, как приняли постановление правительства о льготной ипотеке для долевки, для первичного рынка жилья, и после того, как снизилась учетная ставка, ситуация стала меняться. То есть сегодня средняя стоимость по ипотеке на первичном рынке 11-9-12% годовых, на вторичном рынке 14,5-15% годовых. Но есть спецопции, то есть есть социальная ипотека, это инструменты государственной поддержки рынка, когда на первичке 10-9% годовых, ставка на вторичке 13% годовых. Но опять-таки же для отдельных категорий граждан, как раз для владельцев материнского капитала, а также семей с двумя и более детьми. Все упирается в материнский капитал в конечном итоге. А если все-таки оценивать падение рынка в Кировской области, по стране это в три раза, по Кирову точно так же в три раза или больше? Ну вы знаете, разные эксперты оценивают по-разному. Мы считали на своем примере, в четыре раза мы насчитали падение объемов рынка, при том, что спрос сократился примерно в пять раз по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а предложение выросло на 40% по отношению к последнему кварталу 2014 года. То есть сейчас абсолютный рынок покупателя, то есть покупатель может на любой цвет и вкус выбрать себе жилье. Вопрос, сможет ли вот эта вот тенденция привести к тому, что обрушатся цены на недвижимость или нет, и когда? То есть это вот то, что завлекает экспертов, вот этот основной вопрос. Так, а вы как считаете? У нас как раз только что прошел с застройщиками круглый столб, на строительной выставке мы это обсуждали, есть несколько экспертных мнений, и они выстраиваются около следующей парадигмы. Есть две тенденции. Обесценение рубля, соответственно, там высокие инфляционные процессы, удорожение себестоимости строительства. С одной стороны, застройщик имеет некую нижнюю планку, ниже которой он не должен падать. С другой стороны, есть огромное количество предложений, которые будут двигать рынок только в случае падения цены, что побеждает. То есть вот эти издержки и обесцененные рубли и энергии материалы, либо вот рынок и покупательная способность. Ну вот мы пришли к мнению, что победит второе, потому что застройщики предлагают всего 26% объема на рынке, а 74% предлагают физики на вторичном рынке, инвесторы, подрядчики и так далее, которые, в общем-то, не ограничены вот этой позицией маржинальной доходности, им важно просто деньги, да, просто выйти в ликвидность. Поэтому прогноз на ближайшие 6 месяцев 10-12% поднимется. То есть тем, кто собирается купить квартиру? Самое время. А, то есть ждать больше не надо? Самое время, потому что рынок, он и так катится к лету, да, то есть осенью все равно будет сезонное удорожание, да, там, или как это называют, отброс дохлой кошки. То есть там все равно будет подъем небольшой. Вот, а летом будет... Я такой термин первый раз слышу, экономический такой термин, да. Летом все равно будет ситуация по ценам самая удобная для покупателя, и что удивительно, государство поддерживает заемщика на рынке первичного жилья, и частично на рынке вторичного жилья, и достаточно доступные ставки по ипотеке. Если летом еще раз снизится учетная ставка, то не исключено, что и по ипотеке, возможно, будет какое-то движение. Но сейчас рынок предлагает по спецопциям вполне адекватные ставки, то есть 10,9% годовых. Это как в прошлом году. Ну, практически, да, на самом деле. А у вас есть ощущение, что люди еще сидят и ждут падения рынка, или люди уже идут покупать недвижимость? Они бы с большим удовольствием пошли бы покупать, если бы им не надо было что-то продавать сейчас. Дело в том, что 2013-2014 год дает о себе знать. Вот вся эта программа по удвоению объемов ввода жилья в эксплуатацию, она дала о себе знать очень много инвесторов на рынке. И сейчас люди для того, чтобы купить что-то новое, хотят продать что-то старое. У этого старого нет инструментов. Во-первых, не по кредитованию, во-вторых, не по быстрой продаже, потому что срок экспозиции квартиры вырос с 6 месяцев до 9 месяцев. И, соответственно, самым популярным продуктом может стать программа переезд. Но кто ее предложит, да, когда под залог старого жилья можно получить деньги на новые жилья? Да, как трейдин. Вот рынок требует сейчас этих программ, и тот, кто будет их предлагать, тот сможет выиграть спрос. А хотя желание купить, оно сохраняется. То есть спрос активен, но он не ликвидный. То есть у него нет ликвидности денежной наличности. А может ли такую программу предложить, например, коммерческая структура? Все, может быть. Вот мы предлагаем такую программу совместно с одной из компаний-застройщиков на два объекта, Метроград и Ёлки-парк. То есть там как раз можно квартиру внести, ну, по сути, в первоначальный взнос, получив под нее кредит дешевый, 8,25, который не обслуживается до момента продажи этой квартиры. И, соответственно, после переезда, после окончания строительства, квартиру можно продать. Таким образом мы выигрываем время, и продавать будем квартиру уже на подъеме рынка. То есть через год, через полтора. А не сейчас. Но оцениваете квартиру сейчас? Ну, оцениваем квартиру сейчас. Ну, то есть выиграете вы как компания? Не обязательно. От более высокой цены продажи? Мы же ее оцениваем с точки зрения предоставить кредит. Мы не претендуем на то, что мы должны продать ее по такой цене. То есть физическое лицо, если оно уверено, оно будет продавать квартиру саму по родничной цене. Тут его никто не ограничивает. Это была небольшая рекламная пауза. Я напомню, что это Екатерина Аришковича, ее особое мнение. Ну вот давайте тогда про ставки по ипотеке. Тут вот 15 мая вице-премьер Шувалов заявил, что к 17-18 году ставки по ипотеке снизятся до 7-8% при условии адекватной инфляции. Вот вы с такими прогнозами согласны? Искусственно можно сделать все, что угодно. Потому что сегодня ипотека с господдержкой 12 – это тоже искусственная ставка. Мы знаем, что рыночная ставка другая. И просто софинансируется банком-участником программы вот эта разница между рыночной ставкой и рекомендуемой. Здесь можно поступить точно так же. Вопрос, насколько низко снижаться. Есть такая корреляция, которая позволяет людям покупать жилье. Если у человека есть сбережения, равные до 40% от совокупного дохода, который он может выносить по ипотеке, тогда человек участвует в ипотечной программе. Если сейчас доходы населения в среднем сократились по разным экспертным оценкам до 30%, реальные доходы населения, то ничего удивительного, что правительству придется снижать ставку по ипотечному кредиту, для того, чтобы поддержать тот спрос, который присутствовал в предыдущие годы. Для того, чтобы двигать вот эту локомотивную отрасль строительства, которая работает с мультипликаторами 50. То есть на 1 вложенную рубль в правительство 50 рублей зарабатывает экономика. А вот Вы как считаете, это правильно таким образом регулировать ставки по ипотеке? А сейчас ничего другого не остается. То есть спрос надо поддерживать, это то, что дает кровь экономике. Ну то есть либо рынок по-своему отрегулирует на уровне выше? Да, либо рынок отрегулирует путем сокращения объемов спроса, а соответственно строительства жилья, это приведет к чему? Это приведет к безработице, к массовой, да, соответственно к снижению экономического роста регионального продукта, валового, национального продукта. Ну в этом, мягко говоря, экономика наша не заинтересована, да, и правительство не заинтересовано. Поэтому для того, чтобы вот этот спрос, он существовал, нужны меры адекватной государственной политики. Вот если мы говорим, что это один из инструментов в государственной политике, почему нет? Но, опять-таки же, покупая сегодня, мы всегда покупаем дешевле, чем покупая завтра. То есть сегодня мы покупаем фиксированную цену и соотношение дохода к этой цене, да. Какая завтра будет цена на недвижимость там в 2018 году, я не знаю. Одному богу известно. И возможно реальная покупка обойдется дороже, даже несмотря на то, что проценты по ипотеке ниже. Просто квадратный метр будет стоить дороже. А вот вы сказали, что сейчас заканчивается очередной цикл развития рынка недвижимости. А когда же начнется следующий? Осенью? А вот есть разные экспертные оценки, но вот по моим там скромным ощущениям, это середина 2016 года. То есть до этого времени будет падение? Стагнация, возможно небольшое падение, возможно отскок вот этот вот осенний, да, который может быть будет держаться до начала следующего года, и дальше уже рынок получит свое развитие. То есть как бы развиваться в сторону краха он не должен по определенным причинам, если еще не наступит какое-то обстоятельство внешне, да, форс-мажорно там в виде новых санкций или еще чего-то, отсутствие капитала вообще внутри страны. То есть если все будет так, как будет, то мы по идее должны дно проходить вот в конце 15-го, начале 16-го года и дальше уже выходить на объективный рост спроса. Но мы с вами сейчас говорим о дне на рынке недвижимости, правильно? Ну вы знаете, ведь рынок недвижимости, он практически полностью, его поведение полностью повторяет тренд экономический, да, экономического развития экономики в целом. То есть если говорить о дне именно в развитии экономики, то получается мы его достигнем примерно в этот же период. Чуть раньше. Чуть раньше. Да, но рынок недвижимости отстает примерно на 4-6 месяцев от экономических тенденций. То есть, ну вот сократились доходы, например, у населения, да, там или произведено крупное сокращение. Это все вывалится в каком-то массовом спросе. Люди будут переориентироваться на товары и потребности ежедневные. Соответственно, недвижимость будет откладываться в покупку ее в дальний ящик. Недвижимость это почувствует вот спустя 4-6 месяцев. Ну да, квартира это не такая штука, которая пошел завтра, купил, быстренько все оформил. А вот скажите мне, пожалуйста, отразились ли санкции на рынке недвижимости? Ну конечно, конечно. Потому что все такое санкции? Это отсутствие доступа к свободным кредитным деньгам на внешних рынках. Банки это почувствовали в конце прошлого года. Откуда, собственно, появились вот такие жесткие требования к программам ипотечного кредитования к концу прошлого года? Ко второй половине декабря свернулись все программы ипотечного кредитования. Практически пересох вот этот вот ручейок. То есть ипотеку было взять практически нереально? Нереально, да. То есть декларации были, инструментов не было. Ипотека под 19 никого не удивляла. Ее с большим удовольствием брали. И вот ситуацию изменило только вот это постановление 220-е от 13 марта, когда появилась вот эта программа о леготируемой ипотеке поставки 12 годовых. А как Вы считаете, вот эта история с материнским капиталом, что его можно теперь использовать, не дожидаясь, пока ребенку исполнится 3 года, это реакция на санкции, это реакция на кризис в экономике? Это что? Это желание поддержать рынок недвижимости. Ну и то, и другое, и третье. То есть это возможность предложить людям действовать сейчас. То есть сейчас нужны активные инвестиционные покупки со стороны населения, смотря на сокращение их доходов, населения, реальных доходов. И поэтому вот это снятие ограничений по 3 годам, прежде всего, должно привести к проявлению активности матерей на рынке недвижимости. Активности семей, наверное, у нас тут мамы с Вами фигурируют в одиночестве. Это «Особое мнение» Екатерина Орешкович, председателя Совета директоров группы компании «РусНедвижимость». Мы прямо сейчас уйдем на рекламу и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир на 101.фм программы «Особое мнение». Меня все так же зовут Юлия Афанасьева, и напротив меня все так же сидит Екатерина Орешкович. И во второй части программы мы будем говорить про социальные проекты, про благотворительность, потому что Екатерина не только председатель Совета директоров группы компании «РусНедвижимость», но и, я знаю, Вы руководите благотворительным фондом. Да. Здоровое поколение. Здоровое поколение. Да. Давайте начнем с Вашего проекта «Звезды детям». Вот Вы буквально недавно снова делали благотворительный спектакль, в котором участвовали известные узнаваемые люди-вятки, бизнесмены, чиновники, общественники. И на собранные деньги Вы передали в качестве грантов одаренным детям на творческое развитие. Вот скажите мне, пожалуйста, я была в зале, я видела этих ребят, я видела их глаза. Я от себя лично хочу сказать огромное спасибо, потому что это непередаваемое ощущение не описать словами. Как Вы находите ребяток, которым будете давать гранты? Вам спасибо. Да, действительно, второй год мы проводим такой проект. Он очень интересный, и в него хорошо все вовлекаются, потому что суть его сводится к тому, что известные и талантливые выступают в том амплуа, в котором их не знают, и это обязательно музыкальная сказка, эти люди поют. Все собранные деньги от продажи билетов тратятся на поддержку грантовых детей-сирот. То есть для нас это принципиально, потому что кто такой сирота? То есть сирота находится под опекой государства, либо под опекой какой-то семьи, и, в общем-то, зависит от финансирования. Среди этих детей есть много талантливых, и они должны иметь право реализовать возможность, этот талант раскрыть и возможность делать это своей профессией, чтобы радовать других людей. И вот это социальное становление, мне кажется, это очень важная составляющая для ребенка-сироты, потому что ребенок-сирота, ну, вы знаете, что в моей семье тоже воспитывается ребенок под опекой, и вот глядя на него и вообще изучая эту проблему, я понимаю, что основная сложность воспитания детей-сирот это исключить у них вот этот комплекс дефицита, то есть они все время стремятся что-то получить, а отдавать они не готовы, да? Но когда ребенок творит, проявляя свою естественность, да, он одаривает таким образом других людей, и реализуя свой талант, он приносит радость и может заработать этим деньги, да? То есть он проявляется как, ну, такая личность зрелая. Поэтому мы выбрали вот такой вот путь помощи детям-сиротам для того, чтобы предлагать им специальные гранты по развитию вокальных, творческих и актерских данных, чтобы ребенок мог впоследствии подросток поступить в специализированное учебное заведение, сделать это своей профессией. Ну вот, а как вы их находите? Как их находим? Вот у нас постоянный участник проекта, уполномоченный по правам ребенка Володя Шабардин, он каждый год нам помогает. В прошлом году мы исключительно из детских домов взяли детей, а в этом году уже взяли из детских домов и из опекунских семей. Нам помогает администрация города, то есть она... То есть они вам рекомендуют? Рекомендуют, они анализируют какие-то результаты конкурсов, то есть выбирают талантливых. И вот эти рекомендованные дети, мы с ними встречаемся, собираем портфолио и выбираем лучших, и они становятся грантополучателем. Например, в этом году дети получили уже специализированные гранты, не просто деньги, а право играть в музыкально-вокальном театре и открытие. Этот музыкальный и вокальный театр появляются из благотворительного проекта «Звезды детям». То есть вот эти вот деньги, они... То есть это тоже ваш проект получается? Это тоже наш проект получается, да. И, соответственно, тот, кто готовит спектакль «Звезды детям», они становятся преподавателями вот в этой школе, в музыкальном театре. И ребенок целый год вот как в музыкальную школу ходит и занимается в этом театре. А один ребенок из 11 грантополучателей получил грант на поездку в лагерь, в подростковый лагерь «Личностного роста. Скажи жизни. Да». Это тоже наш проект, благотворительного фонда, мы его делаем второй год. У меня только один вопрос, когда вы успеваете работать? Ну, как-то так. Вы знаете, что я занимаюсь йогой, да, основной принцип йоги – быть на 100% в каждом моменте. И это делает человека счастливым. Вот я стараюсь этот принцип соблюдать, и поэтому, ну, просто эффективно тратится время, и получается, что и работать успевается, и всем остальным заниматься. Давайте про лагерь, да? Да, лагерь. Еще один ваш благотворительный проект «Лагерь. Скажи жизни. Да». Где он проходит? В этом году он проходит в пансионате Южный в Краснодарском крае в городе Туапсе. В прошлом году он проходил в Кировской области. Суть заключается в следующем, что берутся дети как родительские, так, из опекунских семей, сироты и инвалиды, ну, то есть всех мастей, должностей и статусов. И эти дети проходят курс личностного роста, который называется ЕСТ, да, и в результате этого курса они учатся на себя обрати ответственность, становятся более заботливыми, инициативными. Более того, там куча всяких мастер-классов, которые дают занимательный английский, физика, астрономия, то есть то, что остается за кадром школьной программы. В конце смены дети сплочаются настолько, что они вместе делают какой-то крупный социальный проект. Ну, что, например? Ну, вот в прошлом году у них был День Радости. Например, они делали своими руками открытки в Валентинке, ходили по улицам, дарили людям и делали комплименты каждому встречному человеку. Взамен они получали улыбку и просто с ног сшибаемый такой вот запас радости, заряд радости. И одна девочка, она сказала, «О, я получила столько радости, даже больше, чем свой день рождения». То есть когда человек отдаёт, он получает искреннюю радость, да, то есть настоящее счастье только тогда, когда ты отдаёшь. Как только дети эту формулу усваивают, они всю жизнь стараются быть полезным для другого. То есть не потреблять, а быть полезным для другого. Служить, да, отдавать себя обществу. И это приводит их к радости, и это даёт им больше силы. Катя, вот я сижу, вас слушаю. Вы многодетная мама, вы бизнес-леди, судя по всему, успешная. А зачем вам это всё? Это приносит радость. Понимаете, это позволяет быть полезным, это то, ради чего стоит жить. Можно, ну, в силу должностных обязанностей быть полезным, а можно сделать ещё чуть-чуть больше. И, знаете, есть такая сутра ответственности, равна силе. Чем больше берёшь на себя инициативы, тем больше энергии тебе даётся. Я вот сколько делаю, всё время утверждаюсь в этом, что чем больше делаешь, тем больше у тебя энергии, времени и силы. А скажите, пожалуйста, вот после того, как ваши детки там съездят в лагерь, да, они будут ходить в, как называется, открытие, да, детский театр? Ну, те, кто поедут в лагерь, не обязательно будут ходить в открытие. Те, кто пойдут в открытие, не обязательно поедут в лагерь. То есть это два несовмещённых проекта, но они, да, они могут находиться. Суть моего вопроса, да, в другом, о другом хотела спросить. Вы как-то участвуете в жизни этих деток после того, как они, ну, выходят из вашего проекта, становятся там выпускниками, прекращают заниматься, возвращаются из лагеря? Ну, у нас есть связь, у нас есть группа в соцсетях, то есть я смотрю, как они взаимодействуют. Мне важно, чтобы они не со мной коммуницировали, а между собой коммуницировали и что-то предлагали в этот мир, да. У нас вот в прошлом году была девочка из детского дома, например, в лагере «Скажи жизнь, да». Она очень много сделала, сумела сделать после этого проекта. Она поверила в себя, у неё нет сейчас такого комплекса, что она сирота, ведь у очень многих детей вот этот комплекс, его ничем не вытравишь, он на подсознании. Она творчески развивается, поёт, танцует, и самое главное, она очень благодарна. Благодарность — это то, что детдомовские дети практически не умеют испытывать, а благодарность всё равно осили. То есть это и есть энергия для новых движений, свершений, желаний, достижений. То есть это умение ценить то, что есть. Вот знаете, некоторое время назад у нас в студии была Лена Лянгузова. Это одна из соучредителей РОРДИ, региональная организация родителей детей-инвалидов. И вот я её спрашивала, почему в последнее время появилось столько благотворительных проектов, потому что их на самом деле действительно стало много. И она сказала, что это в какой-то мере стало модно. Вот вы согласны с этим? Это не мода, это потребность души, понимаете? Ведь истинное предназначение человека — отдавать. То есть он получает в этом радость. Вот давайте проведём эксперимент. Вы что больше любите, чтобы вам на день рождения дарили подарки или дарить? Конечно же отдавать. То есть это ваша естественная суть природы. Как её выразить, как самореализовать? В благотворительных проектах, то есть в проектах отдачи. Почему их много? Потому что люди стали естественнее. Они стали приходить вот к этому бесконечному источнику радости, служения. И там, где эти проекты искренние, они удачные. Они хорошо получаются. В них вовлекаются легко другие люди, потому что это коррелирует с естественностью каждого, со стремлением каждого. То есть это на уровне сердца всё происходит, а не на уровне головы. Что такое модно, модно, модно? Ну, я не знаю, вот в чём потребность души, в том, то и модно. Ладно, хорошо. Я вам хочу задать вопрос из Твиттера. Интересно, что это вопрос от мужчины. От мужчины, наверное. Да, от мужчины вопрос. Блогер Роман Орловских спрашивает, вот чисто по-женски, каково ваше отношение к закрытию бэби-бокса? Чисто по-женски мне не нравится это решение, потому что... Не нравится решение о закрытии. О закрытии, да, да. Это право. Это право выбора. И оно должно оставаться... Одни нашли деньги для того, чтобы создать это право для других. Почему нашёлся кто-то тот, кто закрыл этот бэби-бокс? Чем он мешает, я не понимаю. Вот искренне, я не понимаю. Ну, там юридическая коллизия, насколько я помню. Закрыли бэби-бокс по представлению прокуратуры. Я считаю, что надо, понимаете, искать не необходимость закрыть, а возможность разрешить, то есть эту юридическую коллизию, разрешать возможность того, чтобы это оставалось. Это бэби-бокс не является какой-либо провокацией, да. Это просто возможность матери принести ребёнка той матери, у которой, может быть, нет условий для проживания с малышом. Она, может быть, и не готова с ним расставаться, но сколько вот таких детдомовских детей, которые вышли, остались без жилья, и они каким-то образом рожают детей, и с этими детьми им просто некуда пойти. Ведь у православной церкви есть, у некоторых православных храмов есть приходы для таких матерей. Но это единичный случай. Вот для матерей, кто оказался в сложной ситуации. Они там живут. Они там живут, да, либо им как-то помогают. Но не все матери, может быть, настолько осознаны, настолько к этому готовы. Может быть, надо созреть какое-то время. Ведь есть же опыт, когда мать забирает ребёнка через определённое время. Это лучший сценарий развития для него. Ему надо дать право на жизнь. Иначе он может просто поднимать в каких-то альтернативных условиях. А как Вы считаете, чем эта история с бэби-боксами закончится? У нас на прошлой неделе как раз Владимир Сюзов сказал, что я считаю, что представителям римско-католического прихода надо было в первую очередь идти в госорганы и согласовать с ними эту идею, что вроде давайте мы у себя установим, а Вы будете нас контролировать. Как мы это делаем? Как Вы считаете, чем сейчас это всё закончится? Запретили и запретили? Или всё-таки эту историю как-то разрулят, и она получит положительное предложение? Я не знаю, кто это сколько вложит усилий в развитие этой истории. Если найдутся какие-то правозащитники, которые будут писать и просить защиты у органов власти, может быть, власть и развернётся к этому вопросу лицом. Сейчас запретили, потому что это не по закону, не по усталу, и нет нормативной практики. Но это не означает, что так должно быть всегда. То есть настоящий юрист – это не тот, который говорит, почему нельзя, а что можно сделать так, чтобы было можно в этом правовом поле, находясь. Талантливый юрист. Ну да, наверное. Талантливый юрист – это закон, что дышло, который его поворачивает туда, куда нужно. У нас осталось с вами, в общем-то, три минуты, немного времени. Я бы хотела, наверное, завершить программу чем-то хорошим. В следующем году у вас будет снова спектакль «Звёзды детям». Да, конечно, заявки уже поднимаются, и та команда, которая играла в этом году, она готова участвовать в полном составе в следующем году. Более того, я думаю, что добавятся детки из театра «Открытие», и уже большую часть спектакля они возьмут на себя. В следующем году вы тоже собираетесь петь? Или будет какое-то другое творческое проявление? Ну, мы в проекте «Поём и танцуем», да? Пока мы упражняем тот навык, которым владеем. Да, мы поём, потому что мы двигаемся в сторону музыкального театра, вокального театра, и хотелось бы внести в это леп, чтобы он был создан. Я желаю, чтобы этот проект в следующем году тоже состоялся. Я, наверное, задам последний вопрос. Ну, извините, про деньги. Сколько денег собрали в этом году? Денег собрали 189 тысяч, и, в общем, практически все их и отдали детям. Это хороший результат? Это хороший результат, потому что мы продали практически весь зал и даже стоячие места. Ничего себе! Я почему-то не видела, что стояли, но зал был действительно полным. Спасибо вам за ваш проект. Опять же, да, повторюсь, я надеюсь, что в следующем году он также состоится, мы обязательно придём. К сожалению, я не пою, но я умею танцевать. Так что, если что, приглашайте. Это было особое мнение Екатерины Орешкович, председатель Совета директоров группы компании «Рус. Недвижимость» и руководителя благотворительного фонда «Здоровое поколение». Спасибо вам большое за эфир, всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!